Москва и Брюссель обсуждают украинский кризис. В бельгийской столице открылось неочередное заседание Совета Россия-НАТО. Это единственная площадка, на которой стороны могут обсуждать актуальные вопросы. После аннексии Крыма Альянс объявил о приостановке всякого сотрудничества с Москвой, включая контакты на уровне экспертов. Исключением стали только заседания Совета Россия-НАТО. В Брюсселе решили сохранить этот формат для поддержания диалога. Из Москвы тем временем в адрес Запада вновь звучит критика. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, несмотря на заверения западных коллег в том, что после выборов президента Украины ситуация в стране успокоится, она лишь накаляется. Глава МИД также сообщил, что сегодня в Совете Безопасности ООН будет внесен проект резолюции по Украине. По словам Лаврова, российская сторона сознательно сформулировала свою инициативу в неполитизированном русле. Такой гуманитарный характер, по мнению министра, будет правильно воспринят и резолюция будет взята в разработку. В нем будут содержаться требования немедленного прекращения насилия и начала практических переговоров с целью установления устойчивого, надежного прекращения огня. Также в этом проекте резолюции будет содержаться требование создать незамедлительно гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут выйти из района боевых действий, если они этого захотят. Сергей Лавров сегодня также обвинил Запад в разжигании другого конфликта – сирийского. Глава МИД России считает, что на Дамаск оказывается давление с тем, чтобы создать условия для военного вмешательства в страну. Западные партнеры основное внимание в ходе встреч в Женеве концентрируют на требованиях, как можно скорее объявить ситуацию в Сирии под главой 7 Устава ООН, утверждает министр Лавров. Отмечу, что эта глава предусматривает принятие мер, направленных на восстановление международного мира и безопасности. Махмуд Абас привел к присяге новое правительство палестинской автономии. Это так называемое правительство национального единства. Оно было сформировано по итогам переговоров между конкурирующими движениями ФАТХ и ХАМАС. Первое контролирует западный берег реки Ярдан, второе – сектор газы. Группировка ХАМАС признана Израилем и странами Запада террористической организацией. И в Иерусалиме предупреждали, что в случае включения членов движения в палестинское правительство, ближневосточный диалог будет сорван. Рамаль, в свою очередь, заявляет, что министры нового правительства автономии не принадлежат никаким политическим партиям, а лишь одобренной сектором газы. Впрочем, несмотря на прорыв на внутрипалестинских переговорах между ХАМАСом и ФАТХом, сохраняются серьезные разногласия. Есть еще нерешенные вопросы, касающиеся формирования палестинского правительства. Одностороннее объявление о создании кабинета не делает его правительством национального единства. Окончательная позиция ХАМАСа состоит в том, что мы не согласны с формированием правительства, которое не включает в себя Министерство по делам заключенных. Движение ХАМАС выступает за полное уничтожение еврейского государства, поэтому власти Израиля занимают принципиальную позицию в вопросе участия исламистов в формировании палестинского правительства. Минувшая ночь у ВВС ЦАХАЛа нанесли точечные удары по террористическим объектам на юге и в центре сектора Газы. Такой стала реакция армии обороны Израиля на очередной ракетный обстрел палестинскими боевиками территории страны. ВВС еврейского государства атаковали цели исламистов впервые за последние полтора месяца. После 21 апреля, несмотря на обстрелы из сектора Газы, командование ЦАХАЛа воздерживалось от ответных ударов. Всемирный еврейский конгресс приветствует арест подозреваемого в стрельбе у еврейского музея в Брюсселе. Накануне марсельская полиция задержала 29-летнего гражданина Франции Мехдин Нимуша, при котором были обнаружены автомат Калашникова и пистолет. Именно из такого оружия 24 мая были убиты 4 человека в Брюссельском музее. Жертвами нападения стали двое израильских туристов, а также француженка и бельгиец. Буквально с первых минут после трагедии появилась версия об антисемитском характере теракта. Убедительно ее считают во Всемирном еврейском конгрессе. Сегодня представители этой организации помолились у стен Брюссельского музея, где произошла стрельба. Отсюда они призвали европейцев серьезно относиться к угрозе, исходящей от экстремистов. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что уроки Холокоста не были усвоены. Часто люди говорят, а как же палестинцы? Да, все это сложные проблемы, но Холокост был очень и очень особенным здесь, в Бельгии, во всей Европе. Я думаю, крайне важно, чтобы люди узнавали об этом, начиная с образования. Король Испании Хуан Карлс решил отречься от престола по политическим мотивам, а не из-за плохого самочувствия. Об этом агентству Рейтер рассказали источники в Королевском дворце в Мадриде. По их словам, монарх сошел с трона из-за трудностей, с которыми столкнулась Испания. Ранее звучали предположения, что король не может исполнять обязанности по состоянию здоровья. Сообщалось также, что решение отречься от престола может быть связано с чередой коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны члены королевской семьи. Сам Хуан Карлс, выступая сегодня по испанскому телевидению с коротким заявлением, объяснил свой уход желания уступить дорогу молодому поколению. Возрождение Испании должно возглавить новое поколение, обладающее энергией и способностью преодолеть все трудности. Пришло время дать дорогу молодому поколению. Я всю жизнь служил интересам Испании. Сейчас лучшее, что я могу сделать для нее, это уступить место моему сыну Филиппе. Он должным образом подготовлен для выполнения высокого долга перед Отечеством. 76-летний Хуан Карлс, правивший Испанией с 1975 года, отрекся от престола в пользу своего 45-летнего сына. Принц Астурийский Филиппе пользуется популярностью среди жителей страны. И до отречения отца он часто представлял его на различных официальных мероприятиях. В качестве представителя Испании посещал иностранное государство. В преддверии чемпионата мира по футболу в Бразилии в еще одной латиноамериканской стране прошел не менее захватывающий матч. Необычное спортивное состязание состоялось в колумбийских Андах. Бразильская сборная потерпела поражение от местных футболистов. Правда, игроками обеих команд были овцы. Животные, одетые в форму цветов национальных флагов двух стран, были натренированы забивать мяч ворота. Правда, иногда им было очень сложно удержаться от соблазна и отказать себе в удовольствии пощипать травку на футбольном поле. Местные болельщики уверены, что победа овец из их команды принесет удачу колумбийской сборной на Мундиале. Это были все новости к этому часу. Я же на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова